Здравствуйте! О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите сегодня в выпуске. В городе Орле нет дороги вообще. Как сквозь землю провалился полдня на улице Бурово. Водители и сотрудники ТПС вытаскивали из грязи многотонный грузовик, а жители окрестных домов искали виновника бездорожья. Вот такой маленький, уютный, родной, красивый. С днем рождения, Амчане. Мценск отпраздновал День города и 72-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня день Казанской иконы Божьей Матери. Праздник, который почитают миллионы верующих. А в Орловском полесе к нему относятся с особенным трепетом. Сезон открыли победой. Орлы выиграли у пензенского зенита со счетом 1-0. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городе Орле нет дороги вообще. А это та самая капля, которая переполнила чашу нашего терпения, говорят обитатели окрестных домов и руководители баз и складов. В ночь на вторник посреди дороги в районе 46-го дома по улице Бурово застрял груженный МАЗ. Многотонник направлялся в Воронеж. В режиме тени толка и прошло несколько часов. Уехал, уехал, провалился. Ближе к полудню на Бурово образовалась пробка. Приехала полиция. Имеются выбоины, превышающие требования ГОЗ. Просто провалы. Весеннюю распутицу или дождливую погоду, так называемая проезжая часть, исчезает и превращается в месиво. Автовладельцы и хозяева всевозможных баз, которых в окрестностях немало, говорят так – терпим убытки. И никто, никто не хочет быть наказан за это. За дороги платим, за все платим, а результат вот сами видите. Соседняя стройка испортила нам жизнь и дорогу, говорят жители, работники и владельцы многочисленных баз. Три года назад здесь началось возведение домов, а полгода назад стройплощадка разрослась. У жителей начали появляться разного рода версии. Была дорога, но на этой дороге делают пристройку к дому. По Бурово – 46. Правда, есть еще один факт, о котором не любят говорить владельцы многочисленных баз. По этому участку на Бурово часто курсируют многотонники с перегрузом. Вот, например, как нам сказали сотрудники ГИБДД, пожелавшие остаться за кадром. Застрявший масс перевозил 40 тонн. Даже для хорошей дороги это нагрузка. А тут ее вообще нет. Вот и результат. Дорога отличная. Вот только на таких еще можно проверить. В прокуратуру обращался и к мэру. Три письма. Вот они, письма прямо у меня там оставил со мной. Идут отписки элементарные. Доставалов был, управление коммунального хозяйства. Ахал, охал. Ох, а где же дорога Бурово? Я должен ремонтировать? А ее нет. Пойду мэру докладывать. И вот так до сих пор докладывают. Действительно, глава горкомхоза Владимир Доставалов о проблемном участке знает хорошо. Знает и разводит руками. Этот участок дороги у нас в управлении коммунального хозяйства, в оперативном управлении не значится. Я после этого случая, естественно, сейчас обращусь в административно-технический комитет нашей администрации города. И попрошу их составить протоколы, значит, и предписание выдать этой строительной компании. Решение по проблемному участку дороги есть. Оно выработано в правительстве региона, в департаменте строительства и в управлении строительного надзора. На данный момент ведется разработка проектной документации. И в 2016 году участок улицы Бурово и новая дорога Розевича-Белевича запланирована к строительству. На сегодняшний момент, чтобы лишь решить ситуацию с разбитым покрытием, застройщики микрорайона взяли на себя обязательства, в связи с тем, что эта дорога является подъездным путем к их строительным площадкам, выполнить ее во временном исполнении в плитах с подсыпкой оснований и с укреплением текущего полотна дороги. Контролировать решение этого дорожного вопроса будут вплоть до исполнения. А что касается многострадальной фуры, в середине дня общими усилиями ее удалось вытолкать из ямы. Наталья Пехтерев, Антон Яковлев, телеканал Первый областной. 20 июля амчане отметили День города. 72 года назад он был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Поздравить жителей и наградить самых успешных в разных сферах приехал заместитель губернатора и председателя правительства Вадим Соколов. Наталья Пехтерева подробнее. Середина лета для всех амчана знаменовано празднованием Дня города. Над Зушею рекой стоит наш Мценск, старинный город, гостеприимный и родной. Вот такой маленький, уютный, родной, красивый. В 43-м году я его освобождал. Самый из одних древних родов России, где тоже проходили сильные бои. Народ сражался за победу и победили. 72 года назад освобождение Орловщины началось с Амценского района. 20 июля. Эту дату жители города не забывают. Почтить память защитников Отечества приходит к мемориалу в сквере «Вечный огонь». Здесь увековечены имена 150 солдат-освободителей. Заместитель губернатора и председателя правительства Вадим Соколов приехал, чтобы возложить цветы и поклониться воинам, погибшим за свободу и независимость Родины. Уже на торжественном собрании он передал оламчанам слова поздравления и благодарности от главы области. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за подвиг во имя жизни, во имя свободы и независимости нашей Родины. Один из самых объединяющих праздников собрал в местном ДК разное поколение горожан. В адрес Мценска и его жителей прозвучало много добрых пожеланий. Орловщина твердо и последовательно поддерживает президента России Владимира Владимировича Путина, его курс на укрепление страны, рост ее могущества и благосостояния. Руководство региона и в дальнейшем будет уделять самое пристальное внимание развитию Мценска. Мы хотим видеть Мценск красивым и уютным. Городом для жизни, для людей, где всегда можно найти занятия по душе, где ветераны окружены заботой и вниманием, а жизнь каждого человека наполнена теплом, радостью, благополучием и надеждой на лучшее. Личные заслуги омчан были отмечены грамотами от губернатора и областного совета. На этом вручение почетных наград не закончилось. Награждение победителей городского конкурса «Лица года» – обязательная часть празднования вот уже много лет. 14 номинаций. Более 50 человек признаны лучшими в разных сферах. Мне было приятно, так как руководство города и весь город оценил наш труд, наш вклад в развитие города и в его инфраструктуру. Церемония награждения сочеталась с концертной программой. Коллективы сменяли друг друга, демонстрируя лучшие свои номера. Сергей Кравцов, Наталья Фектерева, Антон Яковлев, телеканал «Первый областной». Сегодня православные отмечают день явления Казанской иконы Божьей Матери. По преданию, лик Богоматери был обретен в конце 15 века, близ Казани. С тех пор святыню почитают во всех церквях. В национальном заповеднике Орловской Полесье празднование проходит на широкую ногу. С 1996 года в местную часовню, именуемую Казанской, ежегодно стекаются толпы паломников. А в этом году к ним присоединились и воспитанники православного палаточного лагеря. Алана Важенина расскажет подробнее. Для участников детского православного палаточного лагеря все церковные обряды по душе. Они почитают за честь пройтись вместе со взрослыми в крестном ходе и часовой молебен выстоять. Казанскую икону Божьей Матери в Орловском Полесье почитают особо. Говорят, что лик ее был чудесным образом обретен здесь местными жителями. После чего появился вот этот источник. Набрать свежей родниковой воды сюда приезжают из многих сел и деревень. Она отличается от обычной, считают верующие. Эта вода святая. Престольный праздник – день особый. Верующие готовят различные угощения. Вот и в палаточном лагере кипят кастрюли. Но трапеза исключительно по расписанию. Дети просыпаются и ложатся спать с молитвой. В свободное время занимаются парусным спортом. Играют и общаются возле костра. Восьмикласснику Павлу такой распорядок по душе. Он второй раз в этом лагере. Поэтому уже знает, что к чему. Здесь у нас мешки спальные, в которых мы спим. Под ними находятся у нас пенки, чтобы было удобно лежать. Идея создания подобного лагеря принадлежит Святославу Можаеву. Организатор говорит, первый лагерь три года назад дался тяжело. Хотел бросить. Но после благословения старца Илья получил вдохновение работать с детьми дальше. То есть главное, чтобы у нас не выросли инженеры и какие-то там еще бизнесмены. А выросли настоящие люди. Чтобы у них была семья, были дети. Был мир и любовь семье. А значит, это будет мир и любовь во всем нашем отечественном государстве. В двухнедельном лагере скучать не приходится. Каждый час с детьми работают инструкторы, вожатые. Духовную часть на себя берут священники. Всячески поддерживает идеи организаторов и директор национального парка. Мы поэтому и оказываем всемирную поддержку. Когда дети соприкасаются с природой, и тем более на почве православия, на мой взгляд, здесь не может быть двух мнений. Это хорошо, это правильно. Иногда посмотреть на дружную жизнь лагеря приходят даже посторонние люди. Православные говорят, их привлекает атмосфера добра и веры. Алла Новоженина, Павел Джамабаев, телеканал Первый областной. И еще о детском отдыхе. Более 60 миллионов рублей консолидированных средств будет потрачено на летнюю оздоровительную кампанию этого года. О ее ходе говорили на еженедельной планерке в мэрии города. В этом году путевки в санаторно-курортные организации стоят чуть больше 16 тысяч. В загородные лагеря чуть больше 13. В целом, по словам Алексея Гулякина, кампания проходит в рамках плана. По состоянию на 21 июля 2379 детей направлено на отдых в загородные оздоровительные учреждения именно департамента образования. Из них 463 ребенка в санаторно-курортной организации, 1116 в лагеря, 500 детей в лагерях с дневным пребыванием, 200 детей в детских лагерях палаточного типа. Начальник УКХ города Владимир Доставалов озвучил результаты ремонтно-восстановительных работ на воинских захоронениях, мемориальных комплексах и памятных знаках города. По контрактам на эти цели было потрачено более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Был выполнен комплекс санитарных и ремонтно-восстановительных работ, включающих очистку, помывку, мемориальных плит, восстановление утраченных элементов и мемориальных надписей на плитах, окраска металлических ограждений. В рамках подготовки к празднованию Дня города все знаковые орловские места будут приведены в надлежащий порядок, заверил Владимир Доставалов. На днях мы рассказывали о школьнике Диме Попридухине, которому срочно требуются деньги на лечение в немецкой клинике. К сожалению, ему приходится бороться не только с тяжелым заболеванием, но и с теми, кто жаждет на этом заработать. Мошенники попытались взломать благотворительный счет. В связи с этим карты были заблокированы. Открытыми же для помощи остаются лицевые счета. Их сейчас вы видите на своих экранах. Орловскому мальчику срочно требуется пересадка костного мозга. Операция должна пройти в Германии. Начальное лечение пересадка стоит 400 тысяч евро. Таких денег в семье Попридухиных нет. Всех неравнодушных они просят об одном – помочь спасти Диму. О мошенниках, о которых сейчас пойдет речь, задержали и осудили. Вынесен приговор по уголовному делу в отношении супружеской пары, похитившей более 18 миллионов рублей. Как было установлено в ходе следствия, в период с мая по сентябрь 2008 года, Светлана Гаранжа, являясь бухгалтером ООО «Доктор Столетов Центр», неоднократно снимала с расчетного счета указанного общества денежные средства. Часть денег вносила в кассу предприятия, оставшейся суммой распоряжалась по своему усмотрению. В результате Светлана Гаранжа похитила у ООО «Доктор Столетов Центр» 650 тысяч рублей. На этом мошенники не остановились, организовав подставную фирму. Начали переводить на нее более крупные суммы. Общая сумма похищенного – более 18 миллионов рублей. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности супругов и назначил Светлане Гаранжа 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также с ограничением свободы сроком на 2 года. Василию Гаранже 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Напомним, что ранее приговором Железнодорожного районного суда супруги были оправданы. К другим темам. За Орловским заводом растительных масел в последнее время следят все. Под пристальное внимание общественности завод попал несколько лет назад, когда жителям окрестных домов надоел запах горелых семечек и захотелось дышать полной грудью. По результатам нескольких судебных заседаний маслоделов обязали поставить на предприятие фильтры, но к установленному сроку те не управились. Далее об этом Виктория Юркова. Больше никаких отсрочек, говорят на Орловском заводе растительных масел. В начале осени 2015 года оборудование, которое маслоделы заказали у голландской фирмы, будет укомплектовано и готово к отгрузке в Орел. Срок изготовления данного оборудования 16 недель. Мы ориентируемся и посчитали, что это должно состояться у нас до 1 сентября. Доставка в Орел будет осуществляться собственными силами, так же, как и монтаж самого комплекса «Аэрокс». Монтаж оборудования по срокам мы планируем где-то вложиться в 2-3 недели максимально. Предварительно есть у нас две подрядные организации, которые могут данный монтаж выполнить. С ними ведутся переговоры. То есть, в них качественнее и побыстрее все этот монтаж выполнят. Вместе с ООК «Энерго» оборудованием ростовской фирмы, поставленным на завод в мае прошлого года, новая система фильтрации будет давать до 90% чистого воздуха. С местом для установки комплекса, который обойдется Орловскому заводу растительных масел, в 24 миллиона рублей уже определились. Им станет крыша прессовочного цеха. Тщательно проверили все обращения граждан, которые к нам приходят и также в администрацию города. И хочу сказать, что на сегодняшний день действительно на заводе ведется работа. Контракт на производство, изготовление оборудования с голландской компанией подписан. Авансовые платежи в размере 50% стоимости оплачены. В силу специфики этого оборудования, безусловно, процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Ранее в фильтре очистки воздуха от запаха предприятие уже вложило 7 с лишним миллионов рублей. Однако же здесь, говорят, не собираются останавливаться на достигнутом, пока степень очистки воздуха не будет достигать максимальной отметки. Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной. В городе стартует новый конкурс. Выиграть планшет легко, говорят в Первого городской управляющей компании. Для этого нужно всего лишь стать участником фотофишки. Конкурс фотофишки мы придумали в прошлом году. И вот в группе ВКонтакте у нас было более 100 участников, было прислано много интересных фотографий. Поэтому в этом году мы решили продолжить этот конкурс. И, в общем-то, на этот раз условия, самое главное условие конкурса, чтобы фотография была сделана во дворе Орловского дома с указанием конкретного адреса, и чтобы эта фотография была сюжетной. Присылать конкурсные фотографии нужно в специально созданную группу ВКонтакте. Приз ждет не просто приславшего лучшую фотографию и набравшего больше всего лайков. Оцениваться прежде всего будет жанровость и сюжетная линия. Начали сезон с победы. Орловские футболисты накануне с минимальным счетом на выезде переиграли пензенский «Зенит». В первом тайме игра была равна, и у обеих команд были шансы открыть счет, однако исход встречи был решен лишь в середине второй 45-ти минутки. Контратака с выходом 2 в 1 завершилась с назначением пенальти. Капитана ВК «Орел» Андрея Мирошкина снес пензенский голкипер. Седьмой номер «Орлов» Игорь Вознесенский уверенно реализовал 11-метровый. В концовке поединка пензенцы носили на ворота гостей, но наши футболисты сумели сохранить минимальное преимущество в счете. После кубковой встречи 0-2 в Курске, конечно, хотелось реабилитироваться перед болельщиками. Хорошая организация в обороне, плюс дождались своего момента во втором тайме. Да, это было все на силу, через силу, но ребята вытерпели. Вот уже вторая игра на живом поле, для нас, конечно, это не свойственно. Пока привыкаем еще. Следующий матч «Щевка-Орел» провезет на своем поле 28 июля. Соперником нашей команды станет Московская Чертанова. И на сегодня это все. Интересную информацию сообщайте нам по телефону 76 10 28. Телефон нашей горячей линии 508 088. И не забывайте писать на наш сайт obladin.ru. Я прощаюсь с вами. До встречи. Орловский государственный институт экономики и торговли продолжает набор по направлениям подготовки среднего профессионального образования, бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Телефон приемной комиссии 43 50 78. Адрес город Орел, улица Октябрьская, дом 12. Прием ведется на бюджетной и договорной основе. При приобретении или продлении электронных проездных билетов необходимо предоставить в отделении почтовой связи следующие документы. Дачные проездные билеты, паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, документ, подтверждающий права на льготу. Памятник Данила Мастер. Портрет бесплатно. 22 20 12. Они жертвуют своим сном. Они встают раньше, чем солнце. Плетутся по пустынным улицам родного города. Чтобы каждое утро разбудить вас. Валентин Тюрин и Станислав Иванов. Ничего не что, просто с добрым утром. С понедельника по пятницу с 8 до 10 на экспресс-радио. Не знаешь, что подарить? Подарок нужен через полчаса в офис 57. Любые фото-сувениры за 30 минут и даже быстрее. Кружка 250 рублей. Футболка 500 рублей. Подушка 550 рублей. И другие подарки быстро, качественно, оригинально. Приходи. Орел Шумяна 37, первый этаж. Звони 760908. Телеканал Первый областной объявляет набор на замещение вакантной должности менеджера по рекламе. Телефон 444020. Телефон 4440. 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 Редактор субтитров А.Семкин